Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мой вопрос касается отношений. Начали встречаться с парнем, оказалось, что мы оба сошлись после недавнего разрыва длительных отношений. Я смогла отпустить прошлое, а он нет. В принципе, он закончил свои отношения так, как встретил меня. Но, видимо, не успел до конца прожить свои чувства после разрыва и сразу же начал новые. Часто говорит о том, что мысли мешают ему и пытаются от них убежать через алкоголь. Говорит, что раньше его мир крутился вокруг одного человека и все с ним было связано. Теперь чувствует пустоту. Это особенно ярко сказывается на интиме. И с этим пока не получается, так как его выбивают мысли в процессе. Говорит, что ему нужна моя поддержка. Мои чувства немного запутаны. С одной стороны, раз открыто признался мне и попросил помощь, значит, собирается с этим бороться. С другой стороны, чувствую себя заменителем его бывших. И есть страх, что меня просто используют. Я считаю, что в новых отношениях нет места старым. И в целом, неприятно, что находясь в отношениях со мной, все равно думает о бывшей, как мне лучше совести себя в этой ситуации и как ему помочь. Первое и самое главное, что нужно сделать, это отделить. Отделить то, что вы чувствуете по отношению к девушке, ой, да, по отношению к его девушке. И то, что вы чувствуете сами. То, что вы чувствуете там, например, ревность. То, что вы, к примеру, боитесь, что вас используют. То, что вы чувствуете себя, ну, условно говоря, заменителем, как вы говорите. Вот. Это одно. Это вопрос, скорее, ваших собственных страхов. Это вопрос вашей, ну, собственной, скорее, такой вот, неуверенности в себе. Вот. И это вопрос того, как вы в целом к себе относитесь. Вы сами. Вот. Это первое. На что хочется обратить ваше внимание. Второе. Мне кажется, что и вы тоже не смогли до конца прожить свои чувства. Мне кажется, что и вы до конца не смогли прожить свои ощущения после, скажем так, расставания с своим партнером. Вот. Хотя бы потому, что отношения были длительными и так или иначе они на вас повлияли. то есть, не может быть такого, что на вас это не оказывало никакого влияния. Влияние оказывает и довольно сильное. Вне зависимости от того, принимаете вы это или нет. Вне зависимости от того, принимаете вы это или нет. то, что вы, как вы говорите, отпустили прошлое, ну, возможно, что и не до конца не до конца вы отпустили прошлое, потому что испытываете такие чувства. Такие чувства. Вот. Важно понимать, что молодому человеку вам не помочь никак, потому что его проблемы это только его проблемы. Его проблемы это только его трудности, и решить он их может сам. бороться с теми эмоциями, с которыми человек столкнулся, на мой взгляд, пожалуй, не стоит. Вы правильно сказали, что нужно проживать, 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 не значит бороться. Поэтому здесь вот вы в какой-то степени, на мой взгляд, как бы, ну, противоречите, что ли, немножечко сами себе. То есть, вы с одной стороны говорите, что вот нужно проживать, с другой стороны, вы говорите, что бороться. то есть, вот, вам, на мой скромный взгляд, здесь нужно, ну, по возможности, да, определиться, вы, как считаете. вот, а если у вас ценности, ну, вот, ваши вот собственные ценности, если они у вас таковы, вы считаете, вы считаете, что в отношениях не должно быть других отношений, вот, то есть, если у вас вот такая позиция, то вам необходимо свою точку зрения, свои интересы, что называется, защищать. Имеется в виду, продвигать свою позицию. А, пока что, на данный момент, момент, вы, к сожалению, ничего такого не делаете. То есть, вот, к моему большому, ну, к моему большому сожалению, вот, вы ничего такого не делаете. То есть, вы не отстаиваете свою позицию, а, по сути, наоборот, ее предаете. Вот. И что касается, чувства, что вас могут использовать, то здесь такая несколько, несколько амбивалентная история, когда с одной стороны, вы действительно можете, как бы, быть использованы, да? Вот. вы действительно, вы действительно, вы действительно, можете быть использованы. Это правда. В том смысле, что, ну, вами действительно, могут пользоваться. Как, можно расценивать, действия вашего молодого человека, да? с другой стороны, если вы позволяете собой пользоваться, то это, это скорее связано именно с таким вот, ну, недоверием, скажем так, себе, потому что, это, ведь, вами бы не могли воспользоваться, если бы вы этого, допустим, ээээ, ну, вот, если бы вы этого не позволяли бы ээээ, молодому человеку, например. А, поскольку вы позволяете, то отсюда и появляется чувство, что вами пользоваться. А, позволяете вы, потому что придаете свой интерес, свой интерес, вот, свою позицию. То есть, у вас есть, позиции у вас есть с точки зрения, что, вот, не должно быть, эээ, ну, не должно быть старых отношений, да, в новых. Вот. Ну, к этому можно по-разному относиться. вот, то есть, можно с вами в принципе и соглашаться, можно с вами в принципе и не соглашаться, то есть, это такой вопрос, вопрос скорее больше, наверное, эээ, ну, вопрос, вопрос ценностей, ценностей это больше, да, но, эээ, как мне кажется, важно, чтобы вы сами как-то для себя определили с тем, а чего же вы, вот, покатили бы. То есть, вот, ну, где, где, вот, ваша, эээ, позиция, да, где, ваше, условно говоря, мнение. Понимаете, да? И, если вам сложно разобраться в себе, то, конечно, вот, эээ, психолог сможет вам помочь, и, психолог может помочь вам как-то вот, в себе и психолог как-то, разобраться. Вот, только разобраться именно в себе, а не с, эээ, молодым человеком, да, то есть, если, эээ, помогать, если, если помогать, то помогать только вам. То есть, не другому человеку, не, не тому, кто, условно говоря, нас об этом не просил. Вот. Поэтому, вот этот момент, эээ, тоже, постарайтесь обязательно иметь в виду, это важно. Это, это важно, важно, важно иметь это в виду, что, мы не помогаем третьим лицам, а можем, помочь только, вам. Вот. Как себя вести? Ну, я думаю, эээ, самое лучшее, что вы можете сейчас сделать, и, и, для, себя, и, для, молодого человека, это, эээ, как-то, вот, эээ, перестать, эээ, делать, эээ, то, чего вам не хочется. эээ, И, более, искренне, более искренне, говорить, эээ, со своим, партнёром, о том, чего вы хотите. вот. Вот. И, чего вы не хотите. Вот. Если, в этом направлении вы будете двигаться, если в этом направлении вы будете идти, то, я думаю, что он, эээ, так или иначе, в любом случае, эээ, по итогу, эээ, ваши отношения, эээ, станут, эээ, в общем и целом, эээ, эээ, ну, такими, какими они, в принципе, могут стать. То есть, ваши отношения будут ровно такими, какими они могут быть. Вот. Понимаете, да? То есть, эээ, именно вот, эээ, получат, эээ, такое развитие, эээ, ваши отношения. Получат именно так, именно, такое развитие. Как, к чему они могут прийти. Вот. Как, как-то, как-то так. Вот. Сейчас, эээ, сейчас, уже, мне, видится, видится, эээ, ситуация, такой, что вы себя, как бы, ну, заставляете, что ли. Вот. То есть, мне видится эта история, такой, что вы себя заставляете, вы заставляете себя, эээ, как-то, вот, в этих отношениях быть. Ну, на мой взгляд, ничего хорошего из этого получиться не может. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Удачи! Продолжение следует...